...некоммерческой организации. Структура действовала под эгидой американского агентства по международному развитию и якобы занималась гуманитарными вопросами. Однако обнаруженное в офисе навело оперативников на совсем иные мысли о том, что вскрылось. Специальный репортаж расследования Александра Белибова. В офис Донецкого филиала Международного комитета спасения сотрудники Министерства госбезопасности ДНР нагрянули без предупреждения. За этой организацией, действующей под эгидой агентства США по международному развитию, в ведомстве пристально следили на протяжении нескольких месяцев. И, как говорят в самом МГБ, обнаружили в ее деятельности множество весьма интересных фактов, вылились которые в громкий скандал. Сотрудников организации задержали по подозрению в шпионаже. Официальной целью деятельности этой организации на территории ДНР являлось оказание гуманитарной помощи жителям республики. На самом же деле сотрудники под ее прикрытием занимались сбором разведывательной информации. Как говорят на языке профессионалов, действовали с легальной позицией. Местными сотрудниками отправлялись в головной офис Международной организации в Нью-Йорке. Официальным профилем деятельности Международного комитета спасения в ДНР была помощь женщинам и девушкам, пострадавшим от любых видов насилия и переживающих травматический стресс. Сводилась она в основном к так называемым семинарам. Жительница Донецка Наталья побывала на одной из таких встреч. Правда, обещанной гуманитарки так и не получила. Женщина вспоминает, беседа с иностранцами вообще мало чем походила на общение с представителями гуманитарной организации. Это абсолютно не было похоже на оказание гуманитарной помощи. Скорее всего, это было похоже на сбор информации какой-то. Нам между делом задавали вопросы по поводу обстановки в стране, как мы относимся к власти и все такое. У нас переписали сразу данные, когда мы пришли наши. Переписали наши мобильные телефоны. То есть, как бы собирали данные. Помощи гуманитарной оказаны не было по факту. На это интервью Наталья согласилась лишь при условии, что мы не будем называть ее настоящего имени. Женщина всерьез опасается за свою жизнь. Не так давно один из местных жителей, волонтер того самого комитета спасения, был найден мертвым. Убийство произошло сразу после того, как молодой человек заявил о подозрительной деятельности организации в Министерство госбезопасности. Поскольку расследование данного убийства не завершено, то заявлять о причастности сотрудников данной организации к его убийству пока нет основания. Однако такое подозрительное совпадение вызывает вопросы. Немало вопросов у сотрудников Министерства госбезопасности ДНР возникло и при обыске в офисе организации. Изучив изъятые финансовые документы, они выяснили, за два месяца на заявленную гуманитарную деятельность Международный комитет спасения потратил всего 163 тысячи из запланированных полутора миллионов гривен. В сейфе оперативники обнаружили еще около полумиллиона в национальной валюте Украины наличными. Но особое внимание специалистов привлекли многочисленные системы скрытого наблюдения, найденные в офисе международной организации. Здесь представлены различные прослушивающие устройства, видеокамеры и микрофоны. Такие шпионские гаджеты в магазине не купишь, говорят специалисты и добавляют. Подобное оборудование используется для сбора разведданных, а вовсе не в гуманитарных миссиях. Как оно может использоваться? Ну, во-первых, при проведении бесед с различными людьми, попытки вербовки, это все видеодокументировалось. Передача каких-то документов, денежных средств. То есть потом этому человеку можно будет видео это предъявить, и он уже никуда, как говорится, от них не денется. Несмотря на все подозрения, управляющий гуманитарными операциями Брюс Перри уверяет, что его миссия заключалась исключительно в помощи людям от найденного в офисе его организации шпионского оборудования гражданин США поспешил откреститься. У меня вообще нет предположений, что подслушивающие устройства делают в нашем офисе. Для этого нет никаких причин. Мы гражданские, и лишь пытаемся оказать помощь мирному населению. Надо отметить, что свою деятельность представители Международного комитета спасения разворачивали исключительно в тех районах, которые находятся на так называемой линии разграничения. Возможно, не исключают в МГБ республики задачи иностранных гостей мог входить и сбор информации о силах и позициях ополчения на этих направлениях. Все задержанные по подозрению в шпионаже сотрудники Международного комитета спасения были выдворены за пределы ДНР и лишены права въезда на территорию республики. Александр Билибов, Михаил Виткин и Александр Пономарев. Вести. Донецкая народная республика.